Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики выложили новую рулетку, но уже не на всякие игровые ценности, а на премиумную машину 8 уровня. И главная награда этой рулетки Торнваген. Кому-то нравится, кому-то нет, я лично к нему абсолютно хладнокровно отношусь, да и честно говоря у меня есть определенного рода обида, как на Wargaming, так и на Торнваген. Дело в том, что буквально пару месяцев назад можно было смотреть трансляции, забирать оттуда контейнеры, открывать эти контейнеры, ну и из него, из каждого из этих контейнеров можно было забирать по части сертификата на какую-то машину. И вот на Торнвагена этого я собрал 90 частей из 100 необходимых. Короче говоря, 90 частей валяются у меня в хранилище, навряд ли когда-то смогу их обналичить, ну и Торнвагена у меня в коллекции нет. Вот такой вот обедняк у меня получился, поэтому крутить рулетку будем у меня на основном аккаунте, глядишь, мало ли, а вдруг, вдруг повезет, вдруг подкрутили и Торнваген все-таки появится у меня в ангаре. Ну честно говоря, в основном чисто в коллекцию, не более того, как я уже сказал, я к этой машине отношусь очень хладнокровно. Что касается прокрутов, ребят, здесь 11 прокрутов, не так уж и много, а вот если вы их все просуммируете, то будет вам известно, что полная стоимость данной рулетки составляет 18705. 18705 мне кажется дороговато все-таки для машины 8 уровня, особенно учитывая тот факт, что в принципе кроме данной машины, ну я бы не сказал, что что-то еще есть. Давайте посмотрим, что у нас в рулетке, как вы видите, ну здесь, да в принципе ничего нет, да, то есть Торнваген и вот этот вот легендарный внешний вид, который кстати у меня есть на удивление, самой тачки нет, стегозавр. Не знаю, кому-то заходит, кому-то нет, у каждого свой вкус, мне честно говоря, ну как-то не очень, я не любитель такого, мне больше нравится, чтобы техника была серьезной, угрожающей, ну в общем, чтобы это был действительно танк. Что касается вероятностей, ну как обычно, самая худшая вероятность выпадения, это безусловно легендарный внешний вид, ну и сама машина, и там и там вероятность 008. И если у вас есть Торнваген, то компенсация 3750. Все остальное то, что здесь есть, по большому счету, это в основном хлам. Да, окей, миллион серебра это типа хорошо, но зависит от того, за какую сумму голды вы это заберете. 50 тысяч и 350 тысяч, вообще наградой не считаю, ровно как и вот этот анимированный аватарщик. Что касается бустеров, ну окей, хорошо, бустеры свободки, действительно круто, целых 50 штук. Что касается Теслагана, ну опять-таки, на вкус и цвет товарища нет, я к нему отношусь абсолютно спокойно, и есть буквально, по моему мнению, несколько танков, которому данный обвес действительно подходит. Ну что, ребят, давайте крутнем пару раз, я не собираюсь прям там круто как-то уходить в какой-то минус, и если вдруг вам машина выпадет за 2 прокрута до окончания рулетки, то есть, как правило, остаются главные награды в самом конце, то тогда вы заберете Торнвагена за 13250, по-моему, что я лично считаю все равно очень дорого. Если бы здесь были какие-то контейнеры, я не знаю, или что-нибудь посолиднее положили, помимо контов, как варианта, то, в принципе, можно было бы говорить, что окей, хорошо, 13 тысяч, там, забрал машину, каких-то плюх понабирал. Но, реально, вот с такими призами, я считаю, что 13 тысяч, если рассматривать это как набор танка с какими-то плюшками, то не стоит однозначно. Реальная цена Торнвагену, как мне кажется, максимум 17500 в голом состоянии. Итак, что я имею? Значит, смотрите, я прокрутил несколько раз, и на данный момент я могу крутить за 750 голды. Я потратил, грубо говоря, там 500 золота, и при этом, что я отсюда забрал? Я забрал ненужный мне аватар, я забрал 2000 свободного опыта, и я забрал целых 50 тысяч серебром. Ну, по-моему, их нафармить было проще. Кручу последний раз, чисто из принципа, но понимаю, что ничем хорошим для меня это не закончится. Делаю это исключительно для вас, и надеюсь, что вы в благодарочку и в поддержку меня поставите лайкос данному видео. Обязательно подпишитесь на мой канал, потому что я никого никогда ни в чем не обманываю, показываю все таким, какое оно есть на самом деле. Недавно, кстати, буквально там час-два назад, я выложил видео по поводу того, что именно человеку выпало из вот этого вот набора с контейнерами. Ну, и мне там начали писать, в том числе и оскорбительные сообщения по поводу того, что у тебя подкрученный аккаунт, ты продался в ЭГ, и именно поэтому тебе из большой коллекции контейнеров выпало 100 тысяч голды. Ребят, это было не мое открытие, мне, к сожалению, так не фартит. Ну что, перепрыгиваем на мой пресс-аккаунт и выкатим Торнвагна для того, чтобы посмотреть, на что он реально способен. Перед тем, как отправимся в первый попавшийся бой для того, чтобы Торнвагна можно было честно заценить в рандомном боем, давайте посмотрим на технические характеристики по машине, которые, в принципе, ничем не удивляют. Это обычное цикличное орудие с обычным пробитием, стандартизированным для восьмого уровня, а может, даже и не дотягивающим до нормального стандарта для тяжелого танка, хотя это подкалиберные снаряды 227 миллиметров. И подкалиберы голдовые выдают 265. Что касается осколочно-фугасных, тоже ничего удивительного. 68 пробития, 500 единиц урона и 400 единиц урона на базовом снаряде. Что касается времени перезарядки, очень долгое, как на меня, даже с учетом того, что здесь 400 единиц альфы, целых 12 с копейками секунды, это с учетом того, что у меня установлен досылатель. Ну а что касается времени сведения, то у меня в оборудовании установлено в двух слотах улучшение данного показателя, и при этом всем 4,5 секунды, что тоже, безусловно, очень-очень долго. Также стоит отметить, что я в одном из слотов по живучести установил себе улучшенную сборку, и добавил себе, пускай никчемных, но все-таки 105 единиц по хпшке, и не ставил себе усиленную броню по одной простой причине, потому что в тех местах, где данная машина забронирована, а это у нас передняя лобовая часть башни, и вот это вот передняя часть корпуса, то есть передний бронелист, в этих местах машина и так круто забронирована. Что касается картонных мест, а именно вот этого огромного нижнего бронелиста, который все любят выцеливать, что касается бортов, борта по башне, которые такое впечатление, что, не знаю, с двух сторон как-то пилой дружба спилили, и получился вот такой вот обрубок. Так вот, когда вы вот так становитесь, вас ничто не спасет абсолютно от попаданий и пробитий. Здесь нечем танковать, и поэтому впитывается абсолютно весь урон. И улучшать броню в данной машине, как мне кажется, смысла никакого нет. Как я уже сказал, там, где она хорошо забронирована, она и так забронирована хорошо, ну а там, где она слабо забронирована, лучше она все равно не становится. Что касается разброса, то 0.330, и я не могу сказать, что этот разброс плохой. Здесь все-таки больше в худшую сторону решает именно время сведения, которое меня раздражает больше всего. Стоит также отметить, что у машины очень классный угол склонения орудия вниз, минус 10. Это действительно очень приятно. Повторюсь еще раз, в лобовой проекции башня очень круто забронирована. Здесь нет серых зон, нечего выцелить, если вы вот так вот не как, ну как-то вот так вот не поворачиваете ее. В общем, если вы спрятали свой корпус, опустили свое орудие на минус 10, то, поверьте вас, никто абсолютно не выковыряет с вашей позиции. Главное, чтобы у вас был хотя бы один союзник поддержки на время, пока вы перезаряжаетесь, а главное, пока вы сводитесь. Ну что, поехали, попытаемся заценить. Ну что, ребят, поехали. Вот он, динозавр, посвятился. На этом, в принципе, все. Спасибо, красота закончилась. Что касается игры на Торнвагне. Но если вдруг знаете, как играется на концепте Б на 10 уровне, они очень похожи по внешнему виду, по форме башни, то там самое крутое играть, безусловно, от башни где-нибудь на каких-нибудь неровностях, точнее, от них, прячась за ними, ну и, соответственно, отыгрывать исключительно от башенки, для того, чтобы вас не пробили, не проковыряли, ну и, соответственно, раньше времени вас не вынесли. Все остальное, это не сильно веселый геймплей, который ничего крутого и интересного абсолютно не приносит. Я сейчас психанул, надо было, конечно, выселить. Ну и куда мне прилетает? Понятное дело, мне прилетает в мой великолепнейший, в всеми любимый нижний бронелист. Что касается подвижности. Машина, в принципе, подвижна. Я не могу сказать, что прям уныло, неприятно, страшно и противно. Нормально передвигается, все окей, все классно. Но все равно, не знаю, как-то это меня абсолютно не успокаивает и не добавляет мне абсолютно никакой уверенности в себе. Что касается настрела на данной машине. Ну да, окей, если вы где-то хорошенько схоронились и нормально себе отторговываете от башни, то можете себе позволить вывести за бой какой-то плюс-минус нормальный приемлемый урон. Если все-таки вас взяли в клещи, вот как меня сейчас потихоньку зажимают, я так понимаю, что ничем приятным для меня это не закончится, то вам, в принципе, особо делать в бою нечего будет. Так, поехали. Также, кстати, стоит отметить крайне унылую скорость поворота самой башни. Действительно, крайне неприятно играется. И, ну, скажем так, комфорта не добавляет. Довольно часто приходится докручивать корпусом, доводить свой прицел. Ну и это тоже не сильно способствует комфорту в игре. Точности у орудия без полного сведения нет нифига. Говорить о том, что сможете там навскидку как-то бросать, знаете, как на дедах. Кинул куда-нибудь, а оно, глядишь, бац и прилетело. Нет, такой геймплей не сопоставим с данной машиной абсолютно. В общем, не знаю. Вот сочетание всех вот этих вот моментов, оно меня больше всего и раздражает. И больше всего меня... Больше всего меня расстраивает в этой тачке. То есть, стоит тебе повернуться бортом, и тебя 100% пробивают. То есть, рандомности, непробитий вообще никакой нет. Стоит тебе где-то как-то немножко торгануть своим нижним бронелистом, и тебя пробивают. Стоит тебе выехать на своего соперника, который находится от тебя на расстоянии, там, не знаю, трех, максимум четырех корпусов. А в метрах, не знаю, там, как считать. Ну, пускай навскидку метров 20 будет, да, там, расстояние от вашей машины. Ну, игровых 20 метров от вашей машины до соперника. И вы умудряетесь в него не попасть только потому, что орудие косое. Ну, как-то не знаю. Меня это все не радует. А еще я не совсем понимаю разработчиков в отношении формирования цены на рулетки. Я вообще считаю, что рулетка, она должна быть сопоставима с теми призами, которые вы оттуда можете достать. Нет, безусловно, я не говорю о том, что рулетка должна стоить ровно столько, сколько стоят все награды в этой рулетке. Потому что, по большому счету, это просто продажа того, что в рулетке находится. Но давайте будем говорить откровенно. Стоимость рулетки в 18700 на вот такую восьмерку, с учетом того, что в рулетке больше особо ничего нет, кроме вот этого легендарного внешнего вида, мне кажется, все-таки для восьмерки это дороговато. И объективная цена рулетки, нормальная, была бы на данную машину вот как раз 1013, но только полный ценник. А если тебе повезло, то ты взял себе эту машину с какими-то дополнительными ништячками дешевле. Если вы со мной согласны или не согласны, обязательно пишите об этом в комментариях. Мне будет интересно почитать. А еще подписывайтесь на мой канал, потому что на этом канале, поверьте, ребят, вас никто никогда не обманет и никто никогда вам не посоветует купить себе что-либо, что потенциально может вас расстроить. Я знаю цену каждой золотой монете в своей копилке и, поверьте мне, знаю, как грамотно этим золотом распоряжаться. Чего я вам желаю. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok